У нас зарядка традиционная по понедельникам. Сегодня у нас в гостях фитнес-тренер Алена Следзевска. Доброе утро, Алена. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, ваши советы, как нужно начинать день, чтобы он прошел энергично, плодотворно, динамично, чтобы все успеть сделать, ничего не забыть и оставаться в хорошем настроении весь день? Самое главное – проснуться. И проснуться очень важно правильно. Во-первых, с хорошим настроением. Как и любое дело, которое человек начинает, надо делать с хорошим настроением. И есть такая фраза, что «встать встал, а проснуться забыл». Есть, знакомо, да? Есть специальные техники или, так сказать, упражнения, которые помогают человеку намного быстрее проснуться, особенно для тех, кто встает рано утром. И как я начинаю свой день уже много-много лет? Первое, что я делаю – просыпаюсь, естественно, я умываюсь и пью стакан горячей воды. Горячей. Горячей. Той горячей, которую вы можете пить, вашей горячей. Что в этот момент происходит? Когда вы просыпаетесь, еще тело, ну, такое прохладное, можно сказать. Вы пьете горячую воду, ваше тело согревается. Вода идет вдоль гортани в пищевод, где находится, вдоль также находится наш позвоночник. Своего рода мы в этот момент делаем разогрев и позвоночника в том числе. Также разогрев идет пищеварение. И вот этот маленький ритуал очень будет помогать. Первое время, может быть, будет как-то непривычно пить просто горячую воду. Но уже практикуя это много лет, я уже просто не могу свой день начать без стакана горячей воды. И эта техника к нам пришла из йоги. Алена, вот вопрос лично от меня. В принципе, я думаю, что и мои коллеги ко мне присоединятся. Мы, поскольку работаем рано утром, выходим в эфир в 7 часов утра, встаем мы тоже очень рано. Вот во время, когда 5 часов утра, полшестого, нужно организму вообще что-либо давать? Пить, есть или это не те биологические часы, когда нужно принимать пищу или воду? Вообще, полезно вставать с восходом солнца. Я вас поздравляю, у вас очень правильное утро. Вот. И как обычно считается, да, вы встали, вы сделали какие-то утренние манипуляции, выпили стакан воды, и через какое-то время вам все равно надо позавтракать для того, чтобы вы могли начать свой день. И если вы покушаете полшестого-шесть утра, это будет очень для вашего организма и хорошо, и полезно. И у вас же день впереди, вам же и силы нужны, и энергия. Обязательно. Но я думаю, что самое время переходить к физическим упражнениям. Да, подзарядиться. Я могу начать? Что я сегодня предложу? Еще один такой хороший элемент начала утра – это упражнение растяжка. Растяжка – это молодость. И если вы растягиваетесь, ваше тело, во-первых, рост ваш сохраняется многие года. Во-вторых, тело эластичное, гибкое, идет приток крови, и вы очень хорошо утром просыпаетесь. Я прошу вас тоже. Стоять. Да, вот как мне кажется. С ростом у нас тут все в порядке, как вы смогли. На данный момент будет не очень удобно поднимать руки вверх. Я покажу, но вы насколько сможете, настолько сделаете. Очень простые упражнения. Вы тянетесь просто вверх. И вот сейчас вы просто обратите внимание на то, как вы это делаете. И маленький нюанс. Чуть-чуть согните ноги в коленях. Чуть-чуть. И копчик, вот это место, опустите вниз. Это позволит вам растянуть поясничный отдел. И хорошо потянитесь вверх. Держим. Теперь представьте, что вам надо еще маленькую ступеньку вверх сделать. Еще потянули. Стоп. И еще потянулись вверх. Держим. И еще потянулись вверх. Держим. А копчик вниз тянем. А вот это все место вниз тянем. Главное так не остаться теперь до конца эфира. Да, и мягко отпускаем руки. Что происходит? Когда вы просто подняли руки, вытянулись. Вот чуть-чуть вы вытянулись. Затем мышцы привыкли, что вы вышли в это положение. И вы добавили еще чуть-чуть. Опять мышцы, связки привыкли. И еще чуть-чуть. И вот так постепенно вы будете очень хорошо вытягиваться. Можно вытягиваться до 10 таких ступенек вверх. И дальнейшее упражнение выполняя, вы почувствуете, как идет своего рода такой жар изнутри. Легкий пот, но это такой приятный, здоровый пот будет. Хороший разогрев. То же самое попробуйте, удержав руки в сторону. Да, надо разойтись. И вот тянитесь руками вот в разные стороны, стараясь до стенок дотянуться. Теперь еще дальше потяните. Изнутри идет работа. И еще дальше, еще усилие. И еще ощущение, что вот отсюда, от сердечного центра вы вытягиваетесь. Появляется неприятное ощущение вот сюда из подмышек к локтевому суставу. Чувствуете? Чувствуете? Есть такое движение. Еще, еще потянитесь. Вот прям до меня дотянитесь. Еще, еще. А второй рукой тоже. А если вы хорошо тянетесь, я не смогу вашу руку нормально отпустить. Вот еще сильнее. И таким образом вы очень хорошо растягиваете весь грудной отдел, сердечный центр. За руками вытягиваясь. У вас очень хорошо идет. И очень простые упражнения. И с утра, когда вы просыпаетесь, не надо много места, не надо много времени. Это занимает несколько минут. То же самое вы тянетесь руками вниз, а головой наверх. Продолжаем стоять. Копчик вниз тянем. Мы сейчас вытягиваем позвоночник. Головой тянемся вверх. И ощущение, что вы пытаетесь потолок толкнуть наверх. Еще тянуться. Очень хорошо растягивается шейный отдел. Мышцы трапеции, мышцы шеи. Плечи тянутся вниз. Визуально особо не видно, какая у вас работа происходит. Но это колоссальная работа, если выполнять вот так вот поэтапно, как мы вначале делали. Упражнения для шеи. Во-первых, мы женщины. Нам очень хочется быть красивыми долгие года. Правильно? И косметологи говорят очень часто, что зажатость в шейном отделе также наше лицо помогает, не буду говорить делать что, постарше. Для этого надо, для того, чтобы сохранить молодость, надо расслаблять шейный отдел и растягивать. Вот вы тянетесь руками вниз, макушкой тянетесь вверх. Подбородок находится над горловой впадиной. Подбородок чуть-чуть втянуть в себя. Тянетесь вверх. Расстояние от уха до плеча увеличивая. И подбородок мы вытягиваем вперед и назад. Вперед и назад. Втягиваем в себя. Вперед потяните и назад. И ощущение, что вот этот природный изгиб, мы его выравниваем, вытягивая. Вперед и назад. Вперед, продолжая выполнять упражнение, ощущение, что вы все равно продолжаете тянуться. И дальше любые повороты головы вы выполняете вправо-влево. На фоне напряженной шеи, вытянутой. Можно просто поворачивать голову. Это одно. Когда вы тянетесь и в этот момент продолжаете тянуть голову, это уже совершенно... Это ощущение. Я надеюсь, что наши телезрители попробуют. Я надеюсь, что нашим телезрителям мы дали достаточно упражнений для того, чтобы сидеть, смотреть нашу программу и так, и вот так, и вот так, и по-всякому. Ну что же, спасибо. На этом наша разминка подошла к концу.